Квартира Добрый вечер, но если все уже укрылись пледами, если никому не холодно, то мы продолжим разогрев и споем для начала песню. Помяну все свои потери Бесконечные пересуды, бестолковые кривотоки, на столе звездопад посуды и разбитых светил осколки. Бесконечные пересуды Откроют шлюзы и затопят плотину память, как нам предрекали. Отказ в ночлеге Последний парень В пустом ковчеге На дне колодца Источник света Лишь остается Поверить в это Вечер кончится ровно в девять Ты гостей в сундуках закроешь И заняв их подсчетом денег Мы коснемся иных сокровищ Мне безликих богинь дороже Ты, которую вижу воочию И выводит мороз на коже Явь Добытую зимней ночью Как касса на паперть Раса на пашне Как грустно падать В пизанской башне В круг Галилея Выскип сосуда Всего труднее Заметить чудо Все, что кажется неизбежным Океан обесценит полночь И натянется побережье Как тугая бурлачья помощь Проводившие нас, надеюсь Там на суше приветят осень Вечер кончится ровно в девять Вечность кончится Но не бойся, ведь суть расстояние Пятьсот сожжений В том, что без расставаний Нет продолжений В этом ничтожность Всех цивилизаций Познать возможность Чтоб отказаться и плыть Пятьсот сожжений Пятьсот сожжений Пятьсот сожжений Удивительная штука Даже умолчала о тех вещах, О которых я вам обычно трезвоню 933-7922, телефон нашей квартиры, но, ребятки, сегодня такой момент, видимо, вот прямо здесь у нас в комнату не получится вывести звук, поэтому есть резонное предложение. Знаю, что очень много сейчас смотрят, особенно Питер, родной, очень-очень скучаем по вам. Звоните нам, пожалуйста, все равно вопросы будем передавать, я все слышу, я все вижу обязательно. То есть у нас не только вот те, которые сидят в квартире, присутствуют, а еще и куча каких-то телезрителей. Расскажу тебе, у нас, значит, Россия, Прибалтика, Израиль, Америка, Канада, Белоруссия, Украина. Вот там вот все. Не слабый квартирник такой? Да. Не слабая квартира. Рассекретили, есть у нас замечательные люди в зале? Есть? Ну где вы? А, я вот так и подумал вначале, что это телекамеры стоят. Теперь вот точно. Это дверные глазки, они обычно входят оттуда все. Правильно, абсолютно, уже первая записка появилась в нашей замечательной шляпе зимой и летом одним цветом. Поэтому сейчас ее запустим по залу. Обязательно полюбопытствуем, что в ней дальше. мус.у2тв.ру. Там есть все, там есть обсуждение, там есть самое главное, прямая трансляция того, что сейчас происходит. Поэтому сейчас нас смотрит гораздо больше народу, нежели чем нам всем здесь выйти на студии маленькой. Кажется, чего я еще хотела на самом деле сказать. А, кто меня спрашивал, где можно найти квартирники? Сразу говорю, сразу сейчас отстреляюсь по всем вопросам. Там же будут архивы квартирники только в режиме реального времени. Не скачивать. Мы против пиратства. Окей? Не будем скачивать. Итак, Саша, Костя, Саша. Товарищи. Да. Вы где вообще? Я вам, вот люди, которые находятся не в Москве, я вам объясняю. У нас холодно. Люди замерзли. Поэтому если они периодически здесь будут как-то выключаться, просто замерзли, уж простите. Давайте, поскольку мы все-таки приехали из солнечного Петербурга. Везет же некоторым. Мы споем такую солнечную петербургскую песню. Это в некотором смысле сказка. Называется «Куплет из старухи-проценщицы». Из музыкального утренника «Преступление и наказание». Во дворе петербургском колодезь нам раздаются стинанья шарманки. Я сижу в полумраке болотистом на корябой своей атаманке. А в болото мое только ступишь ногой и уже не уйдешь, не отцепишься. А ведь я ни яга, ни колдунья с клюкой. Я всего лишь старушка-проценщица. Заходите ко мне, посидим опосля. Я вполне компанейская тетушка. А квартира моя на двери два нуля. А между ними наклонная черточка. Ваши вещи беру на хранение, Чтобы снять с ваших душ дивиденды. Я стара, но ко мне тем не менее. Иногда даже ходят студенты. Заходил тут один, все глазел, как шпион. Нечто прятал бродяга под мышкою. Ну, а я ему в лоб. Мне топор не нужен. Лучше сбегай, дружок, за сберкнижкою. Я ей боку ему поддала два разка. Пусть другой раз пролаза не пыжится. А квартира моя на двери два глазка. А нижними латинская ижица. Я практично умна, обязательно. Но для дела сыграю и дуру. И не зря изучают писатели Мою вечно живую натуру. Заходил тут один с головой не в ладах. А писать обещался в романчике. Но меня не проймешь. Я же дама в годах. Все писатели знамообманщики. Мне милей пикселя, в них иная строка. Посильнее любого там фауста. А в квартиру мою два коротких звонка. И между ними ленющая пауза. Пусть стекают богатства несметные В мой сундук, как в бездонную чашу. Я бессмертник, ащея бессмертного. Я над златом цвету, а не чахну. Хоть ножом меня режь, хоть сатирой сражай. Все равно ничего не изменится. Я опять соберу ваших душ урожай. А шарманка их смелит, как мельница. Заходи же ко мне. И матерый, и тляв всех ко мне. Заносил и свечертушка. А квартира моя до двери два нуля. А между ними наклонная черточка. Один нолик, правда, кто-то снял. И циферку два навесил. Есть черточки. Сегодня квартира моя такая. Гости из солнечного Питера, слушай, приехали сегодня. Вот за что я люблю свою работу, так это за то, когда ты куда-то не успеваешь на концерт, всегда можно людей вот вытащить к себе. И совместить приятное с полезным. Вот скажите мне такую вещь, сказки. Откуда это пошло? Откуда сказки пошли? Да, откуда пошел симбиоз «Зимовья зверей» и сказки? С самого начала, когда придумали название «Зимовья зверей», точнее не придумали, а взяли название, одолжили у русской народной сказки. И это случилось как-то спонтанно, то есть я особо не задумывался, просто нужно было название какой-то группе. Мы уже записали альбом, а названия у группы не было. И мне пришло в голову, я говорю, «Зимовья зверей». Вот помню, такая сказка была, такая замечательная, еще такой мультфильм был, как звери шли от зимы лета искать. И я говорю Саше, Саше, давай вот назовем «Зимовья зверей». Он говорит, да че, там, типа это никто не запомнит, это все. А потом Костя говорит, ну ладно, давай тогда кубики с хорошей семьей. Я говорю, не, давай уж лучше «Зимовья зверей». Нет, мы просто стали, ну я решил, что да, наверное, действительно сложно, мы стали думать, какое же название. Думали мы неделю. То есть мы перебирали всякие варианты, куча там вот, у знакомых спрашивали, книжки наугад открывали, там читали. Но, как всегда, это бывает, когда нужно что-то придумать название, оно не придумывалось совершенно, то есть и дошли до полного маразма. Вот я вот помню, что был вариант «Кубики из хорошей семьи». Хорошо, что все-таки «Зимовья зверей», потому что если бы мы назвались «Кубиками из хорошей семьи», то уж не сказки были, а я не знаю, что такое, геометрия какая-то или там абстракционизм. Поэтому, когда мы поняли, что ничего не придумаем, мы оставили, вернулись к этому вот исходному варианту и решили, что, а, будь что будет, пусть называется «Зимовья зверей». И вот это название нас как-то примирило со сказками, и в дальнейшем сказки продолжили сочиняться, и даже многие песни наши, они, в общем-то, являются сказками по жанру. Самое смешное, что у меня, когда друзья спрашивают, ну, кто у тебя на квартирнике-то в этот раз? Я говорю, «Зимовья зверя», они говорят, «А, 33?» Я говорю, «Нет, «Зимовья зверя», они говорят, «Нет, 33!» Я говорю, в каком смысле? Потому что, когда я это все визуально увидела, он говорит, «Народин называется 33, это правда?» Ну да, наверное. Это не портвейн, нет. Портвейн – это три семерки, а так это 33. В народе есть много вариантов, мне один нравится «Зимой без дверей». Это не народный вариант, это один редактор на радио нам, когда еще мы только начинали, говорит, «Как вы называете «Зимой без дверей?»?» Ну вот «Зимой без дверей» – это у нас. Я объясню, почему я спросила про сказки. Было такое в поры моего детства, как совсем старая женщина, говорю, в поры моего детства, да, был замечательный пятый телеканал петербургский, да, где вот как раз даже Дюша Романов, по-моему, это начинал, там делали спектакли как раз. Да, телеспектакли были с Дюшей Романовым, да. Вот такая вот штука, и она пропала резко с исчезновением, собственно говоря, вот этого всего старого. А вы являетесь, в принципе, единственной группой, единственными людьми, которые эту штуку все возрождают и как-то вот даже выпускают попозже, покажу. Ну, мы не думали о том, чтобы возрождать как-то, но у нас действительно сами собой появились два спектакля сказочных, музыкальных, «Свинопас» по Андерсу, ну и «Звери ищут лето» как раз вот по той сказке, которая нам дала название. Вот, и это, в общем, когда мы задумывали эти спектакли, мы не думали о пятом канале телевидения, вот, но если это как-то совпало по ощущениям с тем, что было тогда, то, в общем, я даже рад. А на спектакли кто ходит, дети? Нет, вот, вот... Студенты! Студенты! Вообще ходят, дети тоже ходят, и взрослые такие, в серьезном смысле взрослые, даже такие пожилые люди приходят, вот, поэтому... Писатели ходят, опять же. Зимовью все возрасты покорны, вот, и я думаю, что это здорово. Очень приятно видеть детей и старичков на наших спектаклях. О как! А давайте чего-нибудь из спектакля, может быть, чтобы людям показать кусочек. Ага, опять из спектакля. Ну, давайте вот споем песню из спектакля «Свинопас». Она не имеет прямого отношения к сюжету, но она создает такую атмосферу сказочную. Средневековый город спит, дрожит измученный гранит, и ночь молчания хранит под страхом смерти. Средневековый город спит, унылый, тусклый колорит, вам что-то эхом повторит, ему не верьте. В библиотеках спят тома, от бочек пукнут закрома, исходят гении с ума в ночном дозоре. И усреднив, ровняй тьма, мосты, канавы и дома, и Капитолий, и тюрьма в одном узоре. Спит средневековый город Краков. Тихо, 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 тишь и тишина. В лужах отражение звездных знаков, полная луна. Ах, эти средние века, где одинаково горька, судьба, портера и райка, вора и принца. Где звезды смотрят свысока, где весь расчет на дурака, и ни о чем наверняка не сговорится. Мощеных улиц мишура, крученых лестниц бахара, и небо в сером и сыра его закваска. Средневековая вчера, невыносимая пора, здесь все как будто бы игра, ни жизнь, ни сказка. Спит средневековый город Прага. Тихо, 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 тишь и тишина. Улицы его чисты, как влага, полная луна. А завтра будет новый день, тяжелый день, ужасный день, и самый мудрый из людей узнать не вправе. Кому какой предъявит фан страстей и судеб фолиант, упавший с неба бриллиант в земной оправе. И вечность дальше потечет, а многоточие не в счет, на что издался пустячок в конце абзаца. Не дай вам Бог, не дай вам черт, не дай вам кто-нибудь еще на этом месте в это время оказаться. Спит средневековый город Питер. Тихо, 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 тишь и тишина. В лужах миражи рекламных литер. Полная луна. Спасибо. Я открою вам очень страшную тайну. Я сегодня совершила абсолютно крамольную вещь по моей вине. Вот группа «Зимой в зверей» играет за сегодняшний день уже второй квартирник. Вот так вот. Как ощущения? Не устали? Спасибо. Yes! Yes! Вот так вот. Давайте я вам передаю каску, поскольку полнится она. Так, это что, записки, да? О, какие почерки в Москве. Еще вчера в ЦДХ хотел попросить Сашу Петерсона сыграть на фортепиано, но как-то не случилось. Саша, нельзя ли сыграть сегодня любую песню «Зимовья» с помощью клавишного инструмента «Сзади»? Я не очень понимаю, что имеется. Он, правда, сзади, потому что он расстроен. Ты, а, сзади, я думал сыграть сзади, вот как сидишь, прям, с уважением, Красновский роман. Никогда за 10 лет не видел Петерсона с пианино. Фотографируйте, у вас есть шанс. Еще 10 лет не увидите, скажем, Саш. «О соли серой», это имеется в виду у нас песня такая, она называется «О соли серой». Цена приписана. Я знаю, что вы знаете, я для телезрителей говорю. «Откуда тема песни? Как она родилась?» Спасибо. Я не очень понимаю вообще, откуда берутся песни, которые вот сочиняются внутри меня. И поэтому, вот я, честное слово, не знаю, откуда она взялась, как и все остальные песни. Как-то вдруг начала там что-то рождаться, звучать. Потом уже сел, чуть-чуть подправил и дописал. Но так у меня все время ощущение, что эти песни, они существуют где-то, они есть, но просто мы их забыли. И главная моя задача как автора – вспомнить эту песню, пока ее никто не вспомнил другой. Если вспомнил первый, то ты считаешься автором. Хотя на самом деле это не так. И я думаю, что давайте мы споем, наверное, песню о соли серой, а потом продолжим, пока не заниматься вот этой каской. А то, чтобы зрители тоже знали, о чем эта песня, а не только, как она родилась. Она жует на рассвете и слушает бедлов поутру. Она живет в интернете на сайте одиночества.ру. Она теряет часы и собирает минуты. Она живет по каким-то нездешним часам. Она приходит с работы и сразу в компьютер. Она не верит другим чудесам. Она забросила книги, и год не поливает цветы. Ее друзья – это Ники, мужчины виртуальной мечты. На кухне грязной посуды, бурган непочатый. И безо всяких последствий рассыпана соль, но ей на это плевать. Она ходит по чатам и пишет письма под ником «Ассоль». Она плетет паутину, она подстерегает его. Она, конечно, блондинка, ей нет и двадцати одного. Она не терпит жлобов и не выносит лентяев. Ей нужен тот настоящий, что сыщется сам. В ее ушах Макаревич, секрет и Митяев. Она не верит другим голосам. Но в поисковой системе всегда один и тот же облом. Что толку кликать по теме, что толку вспоминать об эллон? Тридцать шестой день рождения, так бесприютно, Когда никто не приходит. И все позади она себе подарила. Вот этот компьютер и жизнь опять начала с двадцати. Постой, жизнь мимо не проходи. Он здесь, он тоже один в сети. Они опять заблудились, как дети. Им не порвать эти взрослые сети. Задай правильный вектор и подай Попутного ветра его парусам, А дальше он сам. И пусть судьба обойдется Без спецэффектов, пускай доверятся чудесам. Когда запутавшись туго В пространстве электронных тенет Они упустят друг друга На сайте одиночества нет Она закроет компьютер И кончится спячка А за окном выпал первый Пронзительный снег И там на белом снегу Живым курсором маячит Давно обещанный ей человек Тот, что с ее эталоном Не схож только в малом Они вдвоем говорят На одном языке Мужчина в сером костюме И в галстуке алом С изгибом желтой гитары в руке О как! Давайте я вам все-таки Чуть-чуть покажу И расскажу Пока Костя перебирает записку Но ты как-то перебирай Перебирай Дело в том, что группа Зимовья зверей Меня очень сильно удивила Своей плодовитостью Как я это называю Творческой потенцией Значит, смотрите 2006 год И что у музыкантов здесь происходит? У музыкантов происходит Новый студийный альбом Как взрослый Можно его показать Более крупно Есть Вот Здесь они в полном составе С кларнитистом Как я понимаю Правильно? Yes! Yes! Вообще полный состав группы Зимовья зверей Это очень такое Виртуальное понятие Мне кажется, что полный состав Группы зимовья зверей Может исчисляться Двумя десятками человек Вместе со зрителями Ну просто потому, что Они все здесь не поместились Да? Все-таки Значит, поехали дальше Звери ищут лето Спектакль, как я понимаю Да? Да, на DVD Да, значит Причем то, что вы держите в руках Это одновременно DVD А теперь переверните И книга Это книга Вот это книга А с другой стороны DVD Вот это вот Костя Арбенин сзади Саша Петерсон А это книга А это мы встроим Наоборот, наоборот Вот это Наоборот? Да Кто есть кто? Скажите Кстати, я хочу представить Мы же как-то Говорим тут Петерсон А может зрителям непонятно Кто первый раз Действительно Вот это Александр Петерсон А вот это Александра Савина А сам-то ты кто будешь? А вот это Константин Арбенин А вот там на обложечке Все мы втроем Вот это А смотреть-то как? Ну посередине Посередине Да, я понимаю, Костя Это ты А вот там Справа и слева Совпадает Как вот нас показывают Когда-то Ну это уже каждый там Сам выберет Дело в том, что Когда задумывался квартирник Мы ориентировались Именно вот на эту вот картинку Так что спасибо огромное Группе Зимовий зверей Значит, далее поехали Что? Сборник МП3-шек Насколько я понимаю Самый полный Не пиратский Не пиратский Ни в коем случае Расскажи, чем он отличается От всех остальных Во-первых, он не пиратский Пиратский лучше Нет, там действительно Что ты сейчас наделал? Они же потом пойдут на горбушку И сделают плохую вещь Что же вы так, товарищи музыканты? Лучше я буду молчать Будь директор говорит В этот МП3-сборник Вошли все альбомы Кроме последнего Но вот чем он хуже пиратского Тем, что альбомов так много Что там битрейт 128 килобит Потому что иначе бы ничего не влезло Мы уже думаем о том Чтобы сделать DVD-диск Там можно будет сделать битрейт Какой-нибудь 256, например Слушайте Петерсона Говорит хорошие умные вещи Не слушайте пиратов Не слушайте Пиратов Не слушайте Костю Альбинина Он с пиратами Значит, далее поехали Насколько я понимаю Не работа 2006 года Но все равно, да? Очень хорошая вещь Фильм, концерт Хотя и не пиратская Кстати говоря, снято это было На упомянутом уже пятом канале Джин и Тоник Именно вот это вот видеоработа Вы можете видеть У нас в рутации Какое ужасное слово В рутации, да? У нас на телеканале Заменила, хорошо Видеоклип, акустический концерт История группы Отлично И вот самое для меня просто Просто когда сегодня Саша это достал Я просто поняла, что, наверное, у меня жизнь продолжается Видите, что это? Это самоучитель игры на гитаре Бай Александр Петерсон Очень-очень хорошая вещь Да, я думаю, у нас остается совсем немного времени До первого перекура Расскажу, почему она для меня очень ценная Я пианист Никак не могу перестроиться на гитару Ну вот никак у меня вот не получается Вот это вот сделать, да? Не понимаю Я надеюсь, что вот после прочтения данной книги И прослушивания данного диска Вот мне кажется, если Петерсона хотят за роялем увидеть То в следующий раз мы хотим увидеть вас за гитарой Ну тогда, Алверды Мы тебя сегодня увидим за роялем А на следующем квартирнике вы меня увидите с гитарой Нет, дело в том, что сегодня вы уже не видите за роялем Нет, нет, это отмазка Сегодня рояль за Петерсон Я бы сказала, Петерсона окружили Гитара, спереди гитара Сзади пианинка Пианинка, хорошо сказала А я сказкой Тоже хорошо Зимовье песни и сказки Пейте и сказки Все, перекур у нас После вернемся обязательно Вышли мы с перекура Кто не успел, тот до сих пор, пардон, торчит на лестничной площадке А там, между прочим, холодно, товарищи Поэтому вот тот, кто меня сейчас видит Пожалуйста, возвращайтесь обратно У нас здесь записки продолжают сыпаться Написано Байлес Только со льдом Вот такая вот хорошая штука Я не знаю, что это такое Может быть, у вас прошло какое-то официальное приглашение Фотографии Тут написано что-то Пожалуйста, спойте песню О предмете, висящем над столом О ферме Я думала о ферме Я думаю, что просят спеть песню «Лампочка» У нас такая есть песня на последнем альбоме Как взрослые Но, вы знаете, мы ее петь сейчас не будем На квартирнике она очень длинная Она очень грустная А мы хотим спеть что-нибудь такое Поживее, повеселее И вот Мне нравится, что очень бодро началась Песня «Лампочка» Которая, но мы ее петь не будем Да А споем другую песню Мы споем песню Она называется «Макросхема» Кстати, тоже можно сказать, что это песня о том, что висит над столом Да, я как раз поэтому и хотел сказать, что это тоже о том, что висит над столом «Макросхема» «Макросхема» У нее есть эпиграф такой «Зверобои и следопыты Ваши подвиги не забыты Кочуют по русской прерии Магикане от пионерии И вписаться в процесс норовят Последние из октябрят Сквозь белые рожицы холодов Сквозь мерзлые кратеры стадионов Я слышу, как в крошеве проводов Шипами сшибаются радиоволны Уже доля каждого сочтена И выжавшим велено отсыпаться Самая первая седина Появилась, когда тебе стало за двадцать Алые рваные паруса Новенькой солнечной батареи Навряд ли способны на чудеса Они никогда тебя не отогреют Моих же уже никому не отнять Изломкой панеры и скромельной жести Они пережили уже тридцать пять Огромных космических путешествий Сквозь нынешний день Нелишенной надежды И завтрашний выглядит необозримым Ведь небо уже самолетов не держит Ведь небо уже наливается дымом Встречено многое на пути От полного краха до полной победы Но того, что хотелось бы вновь обрести Нет даже в туманности Адромеды Мы будто бы дети проторенных трасс Привыкли в беде апеллировать взрослым Но взрослые снова в двухтысячный раз Сбежали от нас через тернии к звездам Кушающие завтраки в белых одеждах Ты к ужину выйдешь в темно-зеленом И небо уже самолетов не держит Оно уже стало как море соленым Я спрячу свой мозг страусом мему Песок этой белой больничной палаты Прими меня, космос, в свою макросхему Хоть самой ничтожной бессмысленной платой С ветилом и спутником их невдомёк Когда мы состаримся, то или после Корабли, залетевшие на огонёк Мы в этом будущем только лишь гости Уставшему телу немного вина Чуть-чуть тишины обесточенным нервам Последняя лунная седина Уровняла хребты твои в двадцать первом А утром в мерцающий иллюминатор Я выгляну и ничего не увижу Ведь небу уже самолетов не надо Ведь небо уже не становится ближе ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ КОНЕЦ О как, вот не работает у нас Телефонная линия здесь, по крайней мере Но всё равно люди звонят В частности, вот во время песни Было три звоночка Первый звоночек был из Петербурга Звонили из Купщина Сказали, что соседи Костя Арбенина Просили сказать спасибо На здоровье Давно, видимо, не виделись Второй человек, к сожалению, не сказали мне, откуда звонил Просил спеть песню, что-то такое Когда ты был маленьким Когда ты станешь маленьким, видимо Да, споём сейчас Как только узнаем, что третий человек хотел А третий человек, я тоже не знаю, откуда звонил Спросил, никогда ли Костю Арбенина не путали с Максом Леонидовым Путать не путали Путать не путали Всё-таки различали Хотя Намекали неоднократно Что я на него похож Вот Но, правда, это не специально Ну скажи мне Тебе же творчество Макса нравится? Нравится, да Всё, решили вопрос Можно и так Ты меня заставляешь делать не солидные вещи Класть записки на пол Пожалуйста, ты как-то продолжу анонсирование Тогда песня «Когда ты станешь маленьким» Когда ты станешь маленьким Когда ты станешь крошечным Как будто бы игрушечным Как будто бы игрушечным Ты будешь плакать вслух По улицам заброшенным Ты будешь бегать, бедненький И тыкаться в парадные Не узнанный никем И будет тебе холодно, тоскливо И невесело И хочется поужинать И хочется домой Ой А пока ты велик И доволен судьбой Ты лежишь на диване И куришь кальян А на кухне жена Для неё ты герой Ты уверен в себе Ты ухожен и прян Но Скоро станешь маленьким Но скоро станешь крошечным Как будто бы игрушечным Как будто никаким Не будешь привередничать А станешь падать в лужицы И грязь на глупые рожицы Застынет, как испуг Пуг Сестёр Ты уже отсидел Ты уже отлежал Добросовестный зять Щедрый брат двух сестёр И персидский ковёр Где-то здесь И черкесский кинжал Стучи, но Вот как станешь маленьким Но вот как станешь крошечным Как будто бы игрушечным Как будто бы никем А все кругом огромные Такие, что не выказать Такие, что не высказать А главное, не взять Ай-ть-ть Ты пока не вредим Но ведь только пока Всё пока при тебе И кураж, и гараж Но коль скоро ребро променял на рога Где гарантия, что Всё твоё не мираж А так вот станешь маленьким А так вот станешь крошечным Как будто бы игрушечным И будешь плакать вслух И плюнешь на ненужное А также и на главное А также на заглавное А также и на всё Всё Я сегодня просто работаю передатчиком Если не сказать В руссконародном смысле этого слова Звонили люди, спрашивали Где можно купить диски Кроме как на концертах Приходите к нам в интернет-магазин У нас есть свой сайт Сайт Вот если взять DVD-коробочку Там И расчехлить З зверей СПБ Ру Я не знаю, какую коробочку А давайте Давайте звери щас лет Я сейчас покажу Да на всех коробочках там есть Просто там вот крупно Вот на этой Это вы смотрите на лицевую книжку Можно просто в поисковике Набрать зимове зверей И сразу выскочить на нашу страничку Рассказываю З зверей На конце y Точка СПБ Точка ру Раздел Интернет-магазин Правильно все говорят Да, там по почте высылают Только в том случае Если вы живёте в России Если вы живёте не в России Вам ничего не нуждут Тогда у пират Костя, ну ты молчи, пожалуйста Мы же договорились Что ты песни поёшь А я про интернет-магазин Всё правильно Подождите Вы же говорили по раскрутку Естественным путём Вот Костя всё делает Естественным путём Молодец Молодец Правильно всё Звонили люди Раскручиваю пиратов Естественным путём А вы знаете Что сейчас с пиратами Очень активно борются Каждый день в Москве Закрывают несколько точек Каких точек? Обычно те Где зимовые звери Пиратская продаётся А вы всё бродите По этим точкам, да, значит? Не бродите по этим точкам, пожалуйста А их потом просто открывают На следующий день Был какой-то звоночек Но вот я потом У наших небесных сфер Ух ты Вот мне подсказывают Нашу небесную сферу Звонили с Вологды Спрашивали, когда же вы приедете Катя, я смотрю Вот до чего техника дошла У тебя вообще Никакого телефона не видно У меня всё В голосах Всё прямо в голову идёт Напрямую Слушай, мы отстали в Питере Просто до московских Это же абсолютное понимание Между людьми, ты понимаешь? Вологда Прямо из Вологда Вологда, да Хорошо Чудеса какие просто Это не я дошла Это техника дошла Когда в Вологда приедете? Люди хотят знать Вы знаете, вот мы большим удовольствием Вообще везде ездим с удовольствием Как только приглашают Вот пригласят в Вологда Мы сразу приедем То есть мы уже настроили свои головы Принимать из Вологда звонки И приглашения Вот как только почувствуем Сразу приедем Катя, у меня просьба к вам Вы будете принимать вот это всё И вы на мыло мне скидываете Вот всё, что приняли Я просто так ещё не могу До меня в Вологда ещё никогда не доходило А вы знаете, вот чего я вам предлагаю? Вот то, что ты вот говоришь Что здесь принимаю на голову Принимаю на голову Тоже хорошо После эфира Вот когда мы в Десе закончим Можно будет перезвонить Ребятки ещё будут здесь Можно будет, я думаю, что пообщаться Мы вот этот пробел Неработанья Телефонной московской городской станции Мы его заполним А то есть ты головой своей заполняешь пробел Ты представляешь Ты представляешь, что приходится делать вообще? Молодец Ты помогаешь пиратам, ты их раскручиваешь А я заполняю пробелы Работа у нас такая же А у меня есть предложение Давайте сделаем так Вы на вашем замечательном сайте Ну вот его два Сделайте ссылочку на наш сайт И там будет интернет-магазин Вот чем отличается продюсер От простого музыканта Сейчас мы с тобой как музыкант с музыкантом Вот за кадром мы с тобой будем как продюсер с продюсером Окей? Окей Легко Легко Взаимопонимание достигнуто Костя Ну Возлюби же каску Каска Сказки, каски Костя, спасибо огромное за макросхему О, тоже почта хорошо работает У вас есть еще такая замечательная песня Пять лет назад По-моему, она по настроению очень подходит для квартирника Да, точно, она подходит Мы ее споем Сейчас А роман с свинки Вы так и не спели Еще хочется паратале Вы знаете Тут много еще заказов Я думаю, всего квартирника не хватит на столько песен Спит средневековый город Лондон Продолжите мою мысль Это из Лондона тебе пробило заполняет Понимаешь? Не продолжите его Мысль такая, что ее не продолжить Есть та молодая шпана, что сотрет вас с лица земли Есть, ее очень много Кто из молодых рок-команд для вас интересен? За кем чувствуете потенциал? Вот недавно узнал такую московскую, кстати, команду Назар Бент она называется Такой Сергей Назаров с командой Вот они как раз просто начали с того, что стирают нас с лица земли Вот, поэтому это очень интересно, если кто услышит случайно Покупаете диски группы Назар Бент? Нет, у них, по-моему, еще даже нет дисков Вот, но... Посмотри-ка, сразу нету У пиратов есть, у пиратов Они вообще в одной группе работают или в одной? Я что-то не понимаю Как-то показания расходятся Мы на разных работаем На разных В одной группе, но на разных Хотел сказать пиратов Здравствуйте, Костя Здравствуйте, для меня вы прежде всего поэт Хотелось бы узнать, кто ваши литературные ориентиры Вот, тоже такая очень длинная, долгая тема Вообще, мне очень, если говорить о поэтах, не поющих поэтах То я недавно сообразил, что мне очень нравятся в первую очередь именно московские поэты Вот, такие классические московские поэты Давид Самойлов, Юрий Левитанский, Акуджава Это вот все люди, которых я ценю в первую очередь Вот, а дальше уже можно много говорить Но вы тоже заходите на сайт Там вот я на такие вопросы отвечаю подробно Вот, потому что очень люблю отвечать на эти вопросы Но если я начну сейчас всех любимых поэтов перечислять То нам тоже не хватит времени А вам удалось в свое время Побыть на квартирниках Башлачева, Науменко, Янки Впечатления Вот, я лично не был ни на одном квартирнике Никогда Но я не показатель, потому что я вообще очень ленивый человек И я даже на концерты не хожу, не то что на квартирники Не потому что мне не хочется, а вот как-то, ну не знаю, ноги не доходят А Саша, ты не был? Не был Не был Да Он даже не знает, кто это Тут опять заказы Песни просят спеть такие, которые сейчас вот в квартирник не влезут Ну, давайте продолжим потом, потому что здесь такие песни, их надо к концу Звонил Михаил из Москвы, передавал привет И просил спеть Арию Волку, если я все правильно слышу через свой передаст Арию Волка Ария Волка, это тоже песня из музыкальной сказки «Звери ищут лето» Вот, ее обычно поет Александр Петерсон Но сегодня споет Константин Но это такая песня, она в жанре такого волчьего лесного шансона Поэтому думаю, что у нас сегодня не вечер шансона А вот хочется спеть вам другую песню А на зонах мы ее исполняем, хочется Нет, сегодня у нас не вечер Петерсона, поэтому не будет волчьего шансона Мы хотим вам спеть песню «Русский народный блюз» Вместо волчьего шансона «Русский народный блюз» Когда-то я пел русский народный блюз Когда-то я здорово пел очень русский народный блюз Но теперь у меня молодая жена Она сказала, что музыка мне не нужна А ведь я здорово пел русский народный блюз Она, конечно, стерва, жена Но я на нее молюсь Я последний герой рок-н-ролла в нашей попсовой семье Я самый последний герой рок-н-ролла в нашей попсовой семье А ведь недавно я был холостой Я бы мог раскрутиться, я бы мог стать звездой Но не в нашей попсовой семье А теперь я, как тот бронепоезд Сижу на запасной скамье Забери меня, мама Забери меня, мама Отсюда домой Забери меня, мама И эту посуду домой Я, конечно, великий, мама Но очень какой-то немой Я работаю сторожем, но я не пою на посту Я опять работаю сторожем, но теперь я не пою на посту А дома жена не готовит мне есть Она говорит, твой пост теперь здесь Выходит, я и там, и там на посту И я все время голоден, мама Наверно, духовно расту Я бы пел в ресторане, но эта мура не по мне Я бы пел в ресторане мурку, но этот шансон не по мне А жена не понимает моих проблем Она смотрится в ящик и слушается ФМ Может, эта жена не по мне С ней можно общаться только На ультракороткой волне Отсюда припев Забери меня, мама Забери меня, мама Отсюда домой Нет счастья в личной жизни, мама Особенно с этой женой Она мой вечерний звон, мама А я ее вечный бой На моей малой родине мне хотели поставить бюст На моей исторической родине мне решили поставить бронзовый бюст Но жена мне сказала, ты не икона Хватит с тебя бюста и из силикона А ведь мог быть бронзовый бюст И когда я обнимаю ее, я задыхаюсь от смешанных чувств А еще одна страшная история Фирма «Мелодия» мне вручила золотой компакт-диск Сама фирма «Мелодия» мне вручила золотой компакт-диск Но жена пустила его в оборот Она все это золото вставила в рот Представляете, целый золотой компакт-диск Она бы не справилась, но ей помог один знакомый дантист Мама, забери меня, мама Забери меня, мама, отсюда домой Забери меня, мама, покуда еще я живой Я стал тяжел на подъем, мама Но легок стал на отбой Тут такой длинный нутный проигрыш Обычно в этом проигрыше еще так шейкером я подыгрываю Но что-то я шейкер не принес в квартиру Поэтому у Саши отдувается один Самоучитель Петерсона, покупайте А сейчас будет продолжение песни Ты закончил, да? Жена уехала в город, оставила мне ключи Жена уехала далеко в город, случайно оставила мне ключи Я пригласил двух девиц, я купил вина Я включил телевизор, а там жена А ведь сама оставила мне ключи И тогда я выключил звук, мама Я сказал жене, не звучи Я ухожу в андеграунд Я снова спускаюсь в подвал Я опять ухожу в андеграунд Я иду за картошкой в подвал Я запрусь на задвижку Я тряхну стариной Я буду петь песни одну за одной Для того и спускаюсь в подвал Но если меня не найдут до субботы, мама Тогда я совсем пропал Поэтому лучше, мама Забери меня, мама Забери меня, мама Сюда домой Забери меня, мама И эту посуду домой Ты лучше всех, бэби, на свете, мама Я снова хочу быть с тобой И белок Жена мне сказала Что эту песню спер у БГ Она так и сказала Эту клевую песню Ты нагло спер у БГ Она же тупица непроходимая Она никогда не слышала Боба Дилана Эту песню спер у БГ Да пока я писал эту песню, бэби Я сбросил 12 кг Отлично, отлично Наконец-то нам напомнили, что ДБГ был Боб Дилан Я вот понял, что должна Александра делать в этой песне Чтоб я не скучался Она должна живу изображать Да, я хотел постфактум сказать, что все герои этой песни вымышленные Жена особенно И БГ, и Боб Дилан тоже Сашенька Давай поговорим все-таки о тебе Каким образом вот эти вот двое мужчин Тебя, скажи мне, в группу взяли А я сама попросилась Сама попросилась в группу К мужчинам? Да А чем привлекают, скажи А мы просто не знали, как возразить Вы не умеете отказывать женщинам больше, скажи Ну вот что из этого получилось Как тебе играется? Мне хорошо играется, как им, не знаю Особенно песни «Русский народный плюс» Они же тебя сейчас будут эксплуатировать, понимаешь, да? Конечно Мы песню дали отдохнуть, теперь будут эксплуатировать Ага, записочка пошла А, записочка Вчера вы просили исп... А, мы Вчера мы просили исполнить Паводок и Печальный Роджер Но в ответ поступил отказ Сегодня обычный воскресный вечер Так что будьте любезны Спасибо Мы Паводок можем спеть, в принципе А Александр что будет делать? Будет изображать жену, мы уже выяснили Так, сейчас тут вот еще одна Двойное дно в каске Вы знаете И завалилась туда записочка Очень глубоко Накануне Столетней войны было, кстати Просили люди Накануне Столетней войны, да, просили? Да, просили, ладно Вот давайте накануне Столетней войны, наверное, споем Что с Мажугой написано? Ага, это записочка такая маленькая на втором дне Георгий Мажуга Это наш флейтист бывший Он уже с нами в группе не играет Потому что Ну там много всяких Было причин Он сначала уехал в Москву жить Потом как-то Уехал снова в Петербург В общем Мы потеряли его из виду И у него там много каких-то дел образовалось В общем Он уже Больше года, наверное, или уже даже Два сетей с нами не играет У него дочка родилась У него дочка родилась, да В общем, много всяких приятных событий у него Мажуха взялся за ум Он просто женился И Ну зачем ему зимовый зарит? Сначала взялся за ум А потом женился Вот Такая печальная записка Нет, с Егором все в порядке У него все хорошо Все замечательно Вот Просто В нашей группе Он уже не участвует Хотя вот мы Недавно были на Грушинском фестивале летом И мы там встретили Егора И с удовольствием с ним сыграли Песню Джин и Тоник На большой грушинской сцене На гитаре Вот А сейчас Главное в группе Зимовое изверение Браться за ум Как только возьмешься Сразу из группы тебя И все Накануне столетней войны Давайте Последняя ночь Накануне столетней войны По-моему, лопнула струна Вот Такие бывают неожиданности в квартирнике В живом эфире А поэтому стоит пианино, кстати Слушайте, а вот Давайте как подводка к песне Как раз у меня был вопрос на эту тему Писали ли вы когда-нибудь песни для других? Вот в частности Накануне столетней войны Прекрасно исполняются Дианой Сергеевной И Светланы Яковлевной А вы слышали? Да Вот я не слышал, кстати Хочешь, перепишу Да, хочу У меня была одна кассета Где написано, что они ее там исполняют Пиратская кассета А ты думал, они официально ее выпустили? Нет Вот, и там почему-то пираты вот лопухнулись На этот раз Там была написана эта песня Я взял специально послушать А ее там не было Вот Именно этой песни почему-то на кассете не было Слушай, я тебе пришлю И он там, знаешь, вот под Вот это вот дело Вот это вот дело исполняется Поэтому нет Очень классно Очень замечательно Поэтому вот вы песни для других-то жертвуете Я вообще с удовольствием воспринимаю Если кто-то чего-то поет Но я не знаю Действительно поют ли люди мои песни Вот Если Такое есть То я это всячески приветствую Мне очень интересно Вот Специально для кого-то писать Бывает, что люди просят что-то написать Я Пишу Иногда Иногда не пишу А люди, между прочим, которые специально вот просят Они потом не исполняют эту песню Потом Косте приходится Самому ее петь Да Вот, да Вот, кстати Куплет из старухи-проценщицы И еще одна песня На последнем альбоме Были написаны по просьбе Одной Женщины-исполнительницы Почему они От женского лица И вот Получилось, что Три песни Были Написаны От женского лица И как-то вот они так вот Не знаю Канули В общем Эта исполнительница По-моему Их не исполняет Во всяком случае Мы давно не виделись Исполнительница канула Так А у меня получилось Что три песни От женского лица Я думаю Вообще как-то неприлично Это Понаписал столько песен От женского лица И теперь придется Их самому исполнять Вот И одну я переделал Все-таки На На мужской Вариант А старуха-проценщица И снежная баба Так и остались Вот Роман с снежной бабой Еще у нас такой есть А то было бы Роман с снежного баба Снежного баба Баба И Так вот бывает А еще бывает Люди пишут на Стихи мои Которые Вот у меня не песни А именно стихи Сочиняют музыку В частности Вот у нас есть Такой хороший Наш Бывший питерский А ныне московский Исполнитель Сергей Морозов Группа The Kicks Вот он По-моему Очень удачно сделал Одну вещь На мои стихи Но к сожалению Вот мы ее сейчас Не можем исполнить Потому что это он исполняет О как Александр Сделайте это Выключили? Выключили Да О, включили Ну что, еще раз Ну что, давайте еще раз попробуем Последняя ночь Накануне Столетней войны Когда белый снег Вместо скатерти Застил стол Я видел вас Когда вы были Винны И горящий помост С лихвой Заменял вам престол Я встретил вас Когда вас вели на костер И вам в спину Кидал проклятие Королевский дом И черный дым Над вами Свой зонт Распростер А я полез В бутылку И не помню Что было потом Позвольте вас Пригласить На дань Сночных Понарей Позвольте Собой Осветить Мрак Этих Диких Мест Позвольте Вас Проводить До самых Последних Дверей Позвольте Полезным Бычки Обо всем Забыть И вы Сказали О, Ес Другая Меня Весь вечер Тянула К огню И Шептала На ухо Диего Как ты Крут Но, Но, Но я Ей не верил Лишь Крепче Сжимал Броню Стараясь Вырвать Свой сонный Взгляд Из ее Теплых Рук Я Видел Лишь Вас Я Верил В Одну Лишь Вас И Только Для Вас Я Пел И За Вас Страдал А Когда Часы На Ратуше Пробили Двенадцатый Раз Я Предложил Вам Уйти И Тут же Разразился Скандал Когда Я Сказал Позвольте Вас Пригласить На Танис Ночных Фонарей Позвольте Собой Осветить Праг Тих Диких Мест Позвольте Вас Проводить До Самых Последних Дверей Позвольте Полезным Быть И Обо Друг Вдруг Видишь В душе Затаился Испуг Видимо Тук Тук Это Мотив Постоянных Разлук Он Попал На Нашу Волну Раздробив Тишину На Шесть Десятков Минут Железная Леди Звезда Восходящих Лет Исчезла С Рассветом Оставит На Черный День Овал От Портрета Которого Сущности Нет И Надежду На Миф Вместо Веры В Живых Людей Но 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 Я Не Поэт И Слава Богу Уже Не Учусь Я Констатирую Факты Листая Сухие Сны И Мне Не Вспомнить Лица Хотя Я Выучил Всю Наизусть Ту Последнюю Ночь Накануне Столетней Войны Позвольте Вас Пригласить На Танис Ночных Подарей Позвольте Собой Осветить Мрак Этих Диких Мест Позвольте Вас Проводить До Самых Последних Дерей Позвольте Полезным Быть И Обо Всем Забыть И Вы Сказали Это не Струна Оборвалась Это у нас Так Песня Кончается Все Все Очень Долго Ждали На самом Деле Вспомнила Что Даже В Электрическом Варианте Есть У Снайперов Данная Песенка Акустическая И Электрический Вариант Очень Интересно Мы Перешли Тебе Да Я Вспомнил Что Куплеты Старухи Проценщицы Еще Галина Хомчик Исполняет О Как Замечательно Как Замечательно А в твоем Исполнении Я слышала Лето Лето Я Жаренка Котлеты На Могучей Кучкой Даже Из Пиратского Видео Представляешь В моем Исполнении Да Нет Это Как Раз По Моему Снайперы Пели Это Ты Пел Вместе С ними Я Вместе Вместе Ну Это Какой Год Это Был Год Возможно Я Это 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 Что Это Был Максим Леонидов Он Я Я Я Просто Не помню Было Что Такое Что То Мы Вместе Пели Но Я Уже Не Помню Что Это Я Тебе Видео Прошлю Хорошо В общем Ну От Видео Я Уже Не Отмажусь Там Плохое Качество Поэтому Может быть Отмажешься Да Небесная Канцелярия Сколько У нас Есть Времени Сколько Натикало До Перекора 20 Секунд Есть Тогда Я вам Напоминаю Что У нас Есть Сайт mus.2tv.ru Где Все Это Безобразие Идет В прямом Эфире И там Оно Будет Лежать У нас В архивах Поэтому Пожалуйста Заходите После И смотрите Ну Чего Кстати Вам по попе Не дует Нет Дует Мне тоже Дует В честь Этого Мы Наверное Сейчас Уйдем На второй Перекур И сделаем Так Чтобы Всем Было Комфортно И Типово Выходим В курении Вредит Здоровью Поэтому Быстро Все Возвращаемся И даже Не даем Вам Времени Нормально Покурить Значит Чего У меня Здесь В руках Накопилось Александра Александра Там Группа Б2 Передала Записочку Сейчас Александр И Александр Они Еще Помимо Того Что В зимове Зверей Играют Они Еще Выступают Сольными Такими Концертами Классической Музыки И вот Наверное Они Сейчас Что-нибудь Исполнят Вдвоем А я Отдохну Пока Записки Почитаю Музыки Музыки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы голодны, мадам, кусайте локти Смотрите стрекозой на муравья Не надо драмы, довольно капли дёгтя Забудьте всё, вы больше не моя Вам холодно, мадам, сжигайте письма Пусть чувство в них сгорит, как кошкин дом Все письма вздоро, на что они сдались вам Одни слова с ошибками при том Вам жаль, мадам, так опустите руки Не дёргайте меня за рукава Я знаю сам все каверзные трюки Гражданский брак, гражданские права Вы на мели, мадам, сушите вёсла В гербаре поцелуи и цветы Пусть в сердце тлеет негашёная звёздка Но всё к чертям, вы больше мне не ты Вы выкаетесь, мадам, ой, не надо басен Не надо писем, песен и статей Мой быт без вас так сказочно прекрасен Что выше всех возвышенных идей Вам не здоровится, мадам Попейте ж яду Вы всё уже испили, что смогли Я знаю сам, отелло лучше ягод Но оба звенья суть одной петли Вы в положении, мадам Найдите выход Какой-нибудь надёжный, простой И разойдёмся без взаимных выгод Вы как вдова, а я как холостой И идите с Богом и живите долго, 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 долго Так долго, чтоб я там не встретил вас Коль смерти нет, в забвении мало толка Забудешь профиль, вспомнится анфас Но всё, что я оставлю вам в наследство Не стоит двух изломанных грошей Я ваша цель Вы для меня лишь средство Для достижений изящных миражей Поэт Константин Арбинин Вот что ты зажал, скажи, пожалуйста, на диване там? А, на диване? На диване у меня там книжечки. Сейчас схожу, принесу. Время пошло. Это книжки, которые я тоже хотел подарить каналу О2. Вот эта книжка моих стихов, она называется «Комнатные побеги», уже пару лет назад вышла. Вот эта книжка, собрание полное, без последнего альбома, стихов и песен группы «Зимови зверей». Называется «Зимови зверей. Песни и сказки». Там не только песни, но и либретто наших музыкальных спектаклей «Звери еще лет» и «Свинопас». А вот эта вещь вышла вот только что. Вчера у нас в ЦДХ был концерт-презентация. Это такой комплект из книжки моих сказок. Я же вот помимо песен еще пишу немножко прозу. И вот все маленькие сказки, которые у меня выходили в разных периодических изданиях, они вот собраны в этой небольшой книжке. И к книжке прилагается еще и компакт-диск, где я некоторые из этих сказок читаю вслух, и мы поем вот наши сказочные песни. Про поросенка, про снежную бабу и так далее. Вот столько много всего на выходе. Костя, что за издательство издало эту книжку? Пираты, Саша! Издательство «Лань». Yes! Отличные люди. Кость, можно маленькую-маленькую сказочку просить, люди? Маленькую сказочку? Да, здесь есть вот первые сказочки были совсем коротенькие. Это потом я уже стал писать какие-то длиннее. И вот моя любимая короткая сказка такая. «Какой-то путешественник был проездом в Египте. Тамошние сфинксы только что принесли потомство. Вот египтяне и подарили путешественнику пару маленьких сфинксят. Он их привез домой и стал выращивать. Нянчился, выгуливал, поил свинцовым молоком. Однажды пошел попутешествовать, а к нему в гости явился вор. Достал отмычки и стал копаться в замке. И вдруг слышит, как молодой сфинкс спрашивает его из-за дверей «Кто там?». А потом и второй «Кто там?». Вор задумался и не смог ответить на этот вопрос. Давайте споем песню, которую нас просили спеть. Она называется «Пять лет назад». Все было не так давно, но, но Что-то ушло на дно, I don't know. Что-то выпало в осадок, кто-то впал в оцепенение И не счесть душевных ссадин, плюс плохое настроение. Ты, видимо, стал другим, так слегка. Льды года превратили в дым, в облака. Ты еще не слишком старый, ты как бомба без запала. Эти деньги под гитару не мурлычешь, как бывало. Пять лет назад, а может, шесть или семь, Тот адреса ла-ла-ла-лат. Вытеряна совсем и не сказать, Не написать ему, Дверь открытой была от и до для друзей. Теперь дом твой уже не дом, а музей. Ты в делах, как в катакомбах, но в припадках ностальгии. Собираешь тех знакомых, но они уже другие. А жаль, ведь не было крепче ус. Ты проверь, спирт и рояль, Тебе не заменит блюз. И портвейн по химическим составам. Это шило лучше мыло, но мурашки по суставам. Только вспомнишь то, что было пять лет назад. А может, шесть или семь, Тот адреса ла-ла-лат. Утеряна совсем и не сказать, Не написать ему, Кому тебе, Себе тому. Пусть в будущем будет мир и почет. Груз памяти, как вампир, И все течет. Ты поешь другие песни и не бесишься ночами. Ты как старый элвис пресли, Колоритный, но печальный. Вот так. И нам не понять, в чем секрет. Извини. Да, видно, что-то свело, но нет. Эти дни. Но не перемена строя, Ни компьютеры, ни цены, А совсем-совсем другое, То, что в общем, но не в целом. Как будто странный человек В убогом штопанном пальто, Сквозь темноту и первый снег Уходит в нечто и в ничто. Вот он за угол завернет, И там исчезнет без следа. И кто его теперь вернет? Никто. И никогда. Пять лет назад. А может, шесть или семь Тот адреса уау-ау-ау-ау-ат Утеряна совсем и не сказать Не написать ему Кому тебе Себе, но тому Хочу быстро-быстро спросить У небесной канцелярии, Сколько у нас там натикало? Ребятки, две с половиной минуты Решайте, на вашу соту даю. Что будем делать? Можно я приглашу через зрителей Наши следующие концерты? Ну давай, ты будешь приглашать, Звучить, а я буду пускать в видеоряд. 24 и 25 ноября В Центральном доме журналистов У нас будут два акустических концерта. Это не очень скоро, приходите. Лучше билет заранее покупать. Там бывает день концерта. Мы напомним. Это не очень скоро, но мы обязательно напомним. Нас смотрит не только Москва, Дана. Приезжайте из других городов. Слетайтесь. Пучкуйтесь и размножайтесь, как говорится. Ну что, финальный письмо. Спасибо большое каналу О2. Мы сегодня здесь впервые. И вот я думаю, что будет логично Впервые на канале О2 Песню «Джин и Тоник» спеть не в виде клипа, Оживьем. Он ревновал ее к дождю И укрывал джинсовой курткой ее Июневые. Июневые кудри, а зонтик прижимал локтю. День дожидался темноты. Жизнь начиналась с середины И закрывали магазины Свои натруженные рты. Ветра стояли на своем, Шатая цепь священно-действо И пошлое Адмиралтейство Сдавало ангелов наем, Но вместо звезд их берегли Два добрых духа, Джин и Тоник, И мир, казалось, в них утонет, Едва дотронувшись земли. А мне казалось, А мне так казалось, Что белая зависть не грех, Что черная зависть не дым. И мне не писалось, Мне в эту ночь не писалось, Мне хоть и вень не писалось, Я привыкал быть великим немым. Он ревновал ее к богам И прятал под мостом от неба, А голуби просили хлеба И разбивались за стаканы, Плоть несло, И дух опять штормил. В девятибальном танце От невозможности остаться, До невозможности унять. И вечер длинных папирос Линял муниципальным цветом И сфинксов он пугал ответом На каждый каверзный вопрос. И видно, не запавы для По венам кровь Против течения Миг тормозов Развал схождения И снова твердая земля А мне казалось, А мне все казалось, Что белая зависть не блеф, Что черная зависть не дым, И мне не писалось, Мне в эту ночь не писалось, Не пелось и не писалось, Я привыкал быть великим немым. И отступил девятый вал, И растворил свой сахар В дымке к стихам, К давлатову кординке Он вдохновенно ревновал, Но вместо рифм Бежали вслед Два юных сфинкса, Джин и тоник, И воздух был упрям и тонок, Витав рассеянный рассвет. Спасибо всем зрителям этой большой квартиры. А вот потом не спрашивайте меня, За что я люблю Питер, Саша, Костя, Саша, зимой и зверей. Эти замечательные теплые люди, Которые сегодня пришли, Сами себе поаплодируйте, пожалуйста. Все вы, которые находятся По ту сторону глазка, Пусть вам не дуют по попе И берегите друг друга ровно. До следующего воскресенья. Спасибо, Катя. Спасибо.